здравствуйте мы сегодня с вами едем за речное прянику пряник французский баран это такая порода декоративных кроликов пряник оказался огромным честно даже не ожидала как-то сложно назвать его декоративным чем же тебе такой вот зверь непослушный привлёк ну во первых он очень красивый обратите внимание что это французский баран у него характерная гробоносая мордочка как у барана замечательные висячие ушки мех неудобство составляет кэша процесс линки всякое бывает животное это очень чистоплотное очень комфортное скорее для созерцания скажи почему из разных пород ты выбрала большого именно такого кролика ну во первых у меня большие собаки поэтому ты подбирала под собой конечно и даже по окрасу моих бульмасифов тоже темная масочка это окрас мадагаскар темные ушки где ты его нашла вообще у нас как бы не сильно проводятся какие-то выставки выставок очень много в европе европе да я конечно изначально хотела английского барана это родоначальник этой породы французский баран был выведен 1850 году во франции его предками были английские бараны и гигантский фландер великан у английского барана уши достигают длины 60 сантиметров можете себе представить меня сразу удивило что пряник живет в доме без вольера оказалось крол спокойно как и под пользуется туалетом и не проказничает дома отдыхает на диванах и креслах а также у него есть уголки где он прячется если ему это нужно так что утверждение что кролика можно держать только в клетке оказалось и верну насколько сложно его содержать или наоборот просто вот чем он нуждается просто если ты знаешь правила кролик должен быть вакцинирован своевременно у кролика должно быть чисто всегда чистая вода правильный корм сухой корм вот обязательно свежие веточки всегда и морковка лучший друг кролика она вот скажи пожалуйста а веточки какие он предпочитает ну вообще-то кролик может предпочитать разные веточки но не надо давать веточки косточковых плодовых таких деревьев то есть ива хвоя то есть у вас никогда не будет проблемы куда деть новогоднюю елку после праздника смородина груша яблоко вот это вот все мы очень-очень любим поточить зубки и конечно же главный рацион это сено вообще в сад он у вас выходит или только всегда дома вообще кроликов можно выгуливать когда они привиты обработаны от блошек вот так как у баранов не очень хороший слух они ничего не пугаются без проблем одели шлейку пошли гулять эти кролики славятся своим дружелюбным характером но я поняла пряник не так прост нас он игнорировал вероятно разволновался не мог понять что эти чужие люди от него хотят кролик несмотря на то что он немножко все-таки трусливый все-таки кролик он очень горд он считает себя королем поэтому если он чего-то спусти его не хочет и вот не хочется сниматься значит не будет ну да то не хочет короче а как справиться как найти вот с ним все-таки контакт потому что у вас вот он огромный все-таки такой маленького декоративного можно легко хотя бы придержать а тут ну я бы наверное исправила 7 килограммов хотя французские бараны могут и до 12 килограммов вырастать просто кролик любит и поиграть но из мячики но из коробки для копошения а когда он соскучился по вам то есть как кошка не знаю в китайском гороскопе до год кролика и год кота одну тоже он приходит к вам на ручке сам когда он этого пожелает говорят что название баран кролик получил за то что голова веслоуха в профиль напоминают голову овцы позволю не согласиться мне этот огромный крол показался существом с другой планеты забавным неожиданным желающим только одного чтоб его оставили в покое кстати у кристины он не единственный домашний любимчик у нее еще живут знаменитые алабаи одни из самых лучших но о них в другой программе вот такое счастливое детство не только у ребенка но и у собаки им не скучно друг с другом и этой парочке вдвоем очень хорошо пока хозяева заняты они поиграют за обеденным столом а это наш герой попугай петруха взят на обучение юной хозяйкой леночкой понятно 60 плюс 80 120 скоро будет самым хозяйственным попугаем в рубрике фото конкурс мы смотрим фотографии натали повитко и ее замечательных собак и кошек и забывайте присылать свои фото с домашними любимцами на мою страницу фейсбук а сейчас мы с вами на драйленде под севастополем приехали специально посмотреть как проводят участники забегов с собаками свое свободное время оказалось тренируются участники собрались из разных городов россии москва севастополь симферополь ставрополь и краснодар ну а я встретила свою любимицу из краснодара молли она удивительная эмоциональная дружелюбная я не удержалась и чуть-чуть пробежалась уже вторая гонка наша в крыму трасса интереснее все интереснее интересней очень эмоциональная собака вот с этой с этими эмоциями справиться нужно еще потому что до стартов все равно вот она горится над эмоциями и сложно иногда и удержать и чтобы стартануть нормально наконец-то и в крыму у хасок и других лай появилась настоящая работа ведь бежать у них самое любимое времяпровождение да и хозяевам дома не сидится у нас есть хотим и желание это наше хобби и мы с собаками бегаем занимаемся то есть ну это можно сказать наша жизнь такая собакам явно тусовка в лесу была по душе это вообще моя мечта чуть ли не всей моей жизни я об этой собаке хотела лет мечтала лет десять а может даже 15 перелопатила гору всякой литературы и поняла что я готова забросить друзей забросить там какие-то свои посиделки и гульки и заниматься именно собакой отдавать ей все свое время и она того стоит в этот раз лайак и хасок разбавил чешский волчек он с удовольствием бегал вместе с хозяином доброжелательно позировал и влился в спортивную среду бег он любит велосипед любит в принципе если собаке много времени уделять то из нее выйдет толк но времени требует очень много как работа на площадке так в принципе и в беге мы его брали специально для походов по крыму собственно грязную функцию он выполняет украшением соревнований была еще и альтаир породы редкой аборигенной якутская лайка приехала с хозяйкой из москвы очень выносливая собака да и может жить на морозе при минус 60 градусов очень энергичные собаки очень умные очень иритированы человека то есть по сравнению с хаски они не убегают то есть это очень большой плюс умеют делать различные трюки с ними занимаются и пасть бой то есть пасут овец и отжилить и всем чем только можно то есть очень умная преданная универсальная собака а еще мы повстречали здесь вот это голубоглазые чудо это наш будущий гоночный болит это издовой метис метис якутской лайки и драдхара шинок маленький еще два месяца как бы ну вот потихонечку приучаем социализируем к поездкам на машине дальним расстоянием и к общению с другими собак второй драйлен состоял не только из забегов с собаками но и из игр и просто отдыха и общения сегодня в рубрике чей хвост необыкновенные канадские сфинксы сообразительные жизнерадостные и очень привязчивые к своим хозяевам сфинксы очень умны как собаки могут научиться приносить брошенный предмет и выполнять разные команды продолжительность жизни сфинксов от 12 до 15 лет канадские сфинксы стремятся постоянно находиться с человеком из-за этого получили прозвище кошки-липучки подходят для любой семьи отсутствие шерсти не требует особого ухода для жизни подходит и дом и квартира главное чтобы рядом были любимые люди и теплое место как все кошки могут охотиться сфинксы очень обучаемы понимают хозяина с полуслова сфинксы не приспособлены для прогулок на улице могут получить ожог грезь на солнце цены разные от 5000 рублей и выше в рубрике фильм фильм мы вам настоятельно советуем посмотреть семейный фильм зверопой фильм рассказывает о грандиозном музыкальном конкурсе среди зверей принять участие может любой а вот денежный приз достанется победителю только вот незадача когда помощница организаторов конкурса печатал объявление нечаянно приписала к 1000 долларов два нуля это привлекло сотни участников и на конкурс выстроились очереди фильм добрый и веселый он поднимет вам настроение пока пока каста а 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 Поговорим с кеми, кто пока что стоит в очереди. Что расскажете, сэр? Знаете, Боб, я давно работаю в ведущей фармацевтической компании, но у меня прирожденный дар вокалиста, и я просто обожаю петь. О, май, гаш, look at her butt. О, май, гаш, look at her butt. Я там по себе проживу, не слышу твою ерунду. Я слушаю это равно. Да! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok